Друзья, одна из самых нежных исполнителей современной народной песни, одна из самых известных исполнительниц народной песни России, Марина Девятова, сегодня у меня в прямом эфире. Здравствуйте и поехали! Мариночка, привет! Я очень рад тебя видеть сегодня на экране наших общих компьютеров. Привет-привет! Спасибо большое, что ты сегодня согласилась быть вечером в моей рубрике «Мой гость». Для меня это большая честь и страшно приятное обстоятельство, что мы, несмотря на то, что нас разделяет не только расстояние сейчас, не только, собственно, просторы интернета, но и, кстати, много-много лет, к сожалению, наших невозможностей, нашей невозможности встреч. Мы знакомы много лет, но встречались в последний раз очень давно. Спасибо, что сегодня ты в эфире. Юр, на самом деле, очень рада пообщаться. Я думаю, что эфир получится, как и этот вечер, хорошим, теплым, душевным. Ну и, конечно, будем ждать, как говорится, вопросов, на которые с удовольствием ответим в прямом эфире. Отлично. Спасибо большое. Прежде всего, самый первый вопрос, хорошо ли нас слышно, господа, которые нас слушают и смотрят, хорошо ли нас видно. Если что, пишите, пожалуйста, ваши комментарии в правой части вашего экрана. У нас работает чат, естественно. Я краем глаза смотрю туда и зачитываю ваши вопросы и сообщения. Жду от вас обратной связи. Мариюшка, ну прежде всего, скажи, пожалуйста, я неспроста в самом-самом начале эфира сказал, что ты одна из самых известных сейчас исполнительниц народных песен в России. Это факт, с которым сейчас уже спорить совершенно невозможно, потому что, ну, во-первых, фактов доказывающих это абсолютное множество. Об этом пишут в интернете, об этом пишут в газетах, об этом говорят по телевидению, как оно нести такую серьезную ответственность, которая ложится на твои хрупкие плечи, потому что народная песня – это лицо страны. Юр, я счастливый человек, я не хожу на работу. И ни одного дня в своей жизни я не ходила на работу. И, наверное, этим и можно все сказать. Что может быть прекраснее, когда ты реализовываешь свою природу, ты не врешь и не обманываешь сама себя, саму себя, тебе не приходится поступаться какими-то принципами для того, чтобы стоять на сцене. Но и самое главное, конечно, ты забыл упомянуть, что, наверное, самое главное – это наш зритель. Тут вот как бы интернет и СМИ – это все прекрасно, но как бы мы ни хотели, но «Лакмусовая бумажка» – это зритель, который приходит. И здесь, наверное, я ничего не могу сказать. Возможно, то, что у нас не так мало народников на телевидении, это и дает возможность собирать нам полные залы. Я не лукавлю, я понимаю, что, да, с народной песней в СМИ не так все просто, да, почему-то мы для кого-то формат, не формат. Я всегда говорю, ребята, приходите к нам на сольные концерты, там вы увидите, да, потому что, ну, к счастью или к сожалению, но не количество лайков говорит о популярности жанра, да, о людях, которые приходят на концерты. И ты знаешь, на самом деле, мне, как человеку, который занимается уже более 20 лет, да, плотно народной песней, более того, мне есть с кого брать пример. У меня родственник ближайший, папенька, уже, собственно говоря, да, не один десяток народной песней занимается. Поэтому, ты знаешь, я счастлива, я себя не обманываю, люди довольны, семья помогает в этой ситуации, да, ну, сам понимаешь, мама-артист, это горе семье, но спасибо семье. Семья выдерживает доблестно, да? Ух, непросто им, непросто. Но, да, и самый главный зритель, зритель доволен, он возвращается, и это, наверное, самый главный показатель. Ну, это действительно самый главный показатель. Но ты знаешь, уже есть такие, есть такое расхожее мнение, что тогда, вот ты сейчас упомянула как раз о том, что зритель – это лакмусовая бумажка для всех нас, артистов, это совершенно правильно, я полностью с тобой согласен, но тогда, когда встречаются вот такие уже поклонники, которые плавно переходят в раздел фанатов, уже к этим людям относятся немножко по-другому. Ну, дескать, ой, ну понятно, ну они же поклонники, ну что, ну они же не объективны, они просто любят своего артиста, они ездят за ним по всей стране, они там смотрят все передачи, и получается, что вот такая армия, а по сути это армия поклонников, уже превращается в такую вот категорию, ну что ли, близкой семьи, потому что, как правило, люди ходят от концерта к концерту. Я знаю, что у тебя есть такие люди, которые ходят за тобой, которые ездят за тобой, которые носят бесконечное количество плюшевых медведей тебе на концерт, или какие-то подарки. Как твое отношение складывается с этими людьми? Понятно, что не всегда артисту это нравится. Но, к сожалению, публике не всегда приятно слышать о том, что артистам не нравится такое количество вот людей за кулисами, тогда, когда хочется отдохнуть после концерта, а этого не происходит. Как ты ведешь себя в этой ситуации? Это очень интересно. Юр, ты знаешь, место, время, обстоятельства. Я тоже живой человек, и у меня тоже есть, ну как бы, да, у меня есть проблемы, у меня есть семья, у меня есть тело, организм, я не знаю, психика, тем более женщина, это вообще мы сплошной гормональный фон. Поэтому, знаешь, иногда бывает так, ты как бы, да, готовишься к концерту, концерт отрабатываешь, и вот оно, оно пошло, да, общение с поклонниками. Я, знаешь, я не люблю слово фанат. Я не знаю, может быть, я старомодна, но вот как-то у меня, не знаю, как-то с языка не сходит. Это, наверное, может быть... Не ты одна, не ты одна не любишь это слово. Поклонники, наверное, поклонники таланты. Поклонники, да. Ты знаешь, у меня, более того, у меня есть поклонники, которым я очень благодарна, потому что мне до сих пор пишут живые письма. Юр, вы можете писать 21 век, тогда, когда мы, в принципе, отучились писать. У меня есть поклонник весьма такого же преклонного возраста, который, видимо, не очень дружит с интернетом, но очень хорошо дружит с письмом на бумаге. И вот он мне отправляет письма на мой домашний адрес. Это единственный человек, которому я реально сажусь и отвечаю на бумаге. Юр, я ловлю себя на мысли, что я забыла, как иногда порой писать. Это здорово. И вот ты говоришь, да, как... Все мне высказывают, что надо. Не так посмотрела не на ту камеру. Костюм вам не идет. А вот здесь вот молодец. А песня хорошая. Похудела слишком. Похудела, да. Или наоборот, прекратите уже, знаешь, плюшки балуются. Ну, не, ну об этом-то мы вообще не говорим, нельзя. Вот. Ты знаешь, бывает. И тут, я говорю, просто место, время, обстоятельства. После рождения дочери плюшевые игрушки перестали дарить. Все подарки от этого мне еще более приятнее. Мне дарят и передают Ульяне Алексеевне моей. И более того, когда я в положении гастролировала, я проехала практически шесть тысяч километров на автобусе. Тетушки были, конечно, в шоке. Знаешь, там пинетки вот это вот все вязали, мне передавали на сцену. И, знаешь, при передаче мне говорили, дедочка, может, вам уже полежать? А я такая, знаешь, с пузом веселая. Но, как правило, они-то не знают, что при любом удачном или при любой удачной возможности за кулисы ты так все-таки прикладывалась, наверное, к стульчику или к кроваточке. Юр, было все. И более того, у меня был экспресс-снятие бандажа даже, представляешь, костюм. Потому что в бандаже, который поддерживает живот, нельзя сидеть. Поэтому, если за кулисы снимать, это была, конечно, отдельная цирковая картина. Но, опять-таки, да, вот я с появлением Ульяшки вот именно прям вот автографы, которые люди хотят получать, да, не всегда даю. И стараюсь это как-то с пониманием, надеюсь, да, доносить до зрителя. Просто потому что вот, ну, понимаешь, мы вокалисты работаем, да, нашим аппаратом. Если аппарат заболел, если кто-то чихнул, кашлянул, ну, мало ли что. Все хотят обнять, все хотят поцеловать, понимаешь, да? А у меня впереди, как у спортсмена, который на длинную дистанцию. То есть я сейчас не могу все сразу отдать, мне нужно протянуть три месяца сезона, проехать по стране. Поэтому я вот очень достаточно стараюсь сейчас выборочно, но всегда с уважением стараюсь отвечать. Понимаю, что я не могу всем нравиться. Я понимаю, что, как бы, да, кто-то на меня обижается. Но, как правило, в основном, знаешь, не зря говорят, что какое ваше сознание, такое ваше окружение. Вот я как-то с добром, с теплом к людям, и люди всегда с пониманием ко мне. Ты знаешь, вот перед нашим эфиром мне написали несколько человек свои вопросы, и как раз вот продолжая, собственно, эту самую тему, одна девушка написала, что также я слышала, что крупногабаритные подарки, крупногабаритные подарки, мне очень понравилась формулировка, неуместны, и про мягкие игрушки тоже слышала. Но ведь очень обидно, что человек готовится к встрече с артистом и очень тщательно продумывает каждую вещь, и после концерта обидно узнать, как оно на самом деле. Ну, я, конечно, не из тех, кто расследует какие-то истории, но тем не менее, было же, я уверен, что оставляло какие-то подарки. Юр, значит, вот сразу скажу, вот просто на секундочку представь. Одно дело, ты приехал куда-то в Подмосковье на машине, загрузил багажник и уехал. Другое дело... Я-то знаю, Мариночка, я-то знаю, прости, что я переверну, я-то знаю. Нам просто нужно твоим поклонникам сейчас ответить что-то такое, чтобы их не обидеть. Да, и я вот, понимаешь, иногда приносят картину, а я понимаю, что мне завтра нужно из Улан-Удэ перелететь в Благовещенск. А самолет настолько маленький, что я не могу эту картину, меня просто ее не пустят. Мне нужно ее куда-то деть, понимаешь? Поэтому тут вот я всегда говорю, что, друзья мои, вот просто не надо вообще ничего не дарить, и просто приходите ко мне на концерт. Это самый большой подарок для меня будет, потому что я с удовольствием привезу домой, если такая есть возможность, но существование пакетик в пакетике, более того, ладно, картина. Иногда же бывают люди, трехлитровые банки огурцов, помидоров. Пироги. Это трогательно, это безумно. Более того, если есть... Да! Если... Ликер-настоечка, понимаешь, бывает. Отлично. А люди, кстати, хорошо понимают, что между концертами-то именно это, по их мнению, и должно быть. Но здесь, кстати, Юра, кстати, я тебе скажу, здесь проверяется, насколько поклонник знает хорошо вообще Марину Девятову. А она же уже не пьет, как много лет. Алкоголь не употребляет. Поэтому я говорю, друзья мои, вы плохо читаете интернет. Скорее всего, сейчас некоторое количество наших зрителей сразу выключат компьютер, закроют его и уйдут на кухню, потому что это аптекция просто порушит их психику. Нет, ни в коем случае нельзя. Друзья мои, трезвый артист, как это говорится, это залог качества и хорошего концерта. Особенно с учетом совсем недавних обстоятельств, случившихся в Москве. Золотые слова, Мариночка, золотые слова. Я должен прочитать несколько комментариев, потому что наши зрители очень стараются и пишут. Марк Витебский пишет. Здравствуйте, Юрия и Марина. Скажите, пожалуйста, как вы давно знакомы и как вы, Марина Владимировна, давно работаете на сцене? Запомни, пожалуйста, этот вопрос, потому что тут много вопросов и придется отвечать пачкой. Татьяна Глазова пишет. Доброй ночи. Марина Владимировна, мы рады видеть и слушать всегда. Я думаю, на этот вопрос, наверное, не стоит отвечать. Манана Тетра пишет. Дело, наверное, не в количестве, а в качестве. Я не люблю слово «фанат». Если они по-настоящему преданы, то они обязаны быть объективны. Ты можешь прокомментировать любой из этих вопросов. Юр, я сейчас пытаюсь вспомнить. Знаешь, как говорит женщина, после 35-ти у нее заканчивается девичья память, и начинается склероз. Я сейчас пытаюсь вспомнить. А да, как давно мы с тобой знакомы и вообще где мы первый раз познакомились? Я тоже не помню. Я силился вспомнить. Это, мне кажется, уже лет 15. Я почему-то помню выступление Александра Николаевны Пахмутовой. Я выступала на ее творческом вечере в Доме музыки в Москве. И вот там я увидела тебя. Что я делал? На каком инструменте я играл? Задам точнее вопрос. Я не помню, правда. Юр, по-моему, играл то ли на баяне. А давай сейчас мы сделаем следующим образом. Давай мы сейчас поставим первый из наших видео, которые мы запланировали для сегодняшнего эфира. И как раз будем с тобой вспоминать, а наши зрители как раз будут смотреть. Первое видео, которое мы посмотрим, это пьеса, песня. Извини, пожалуйста, я все с академизмом. Это пьесня «Земля родная». Смотрим. Люблю российские привольные просторы, Ах, под ветром и вольные поля. За белой дымкой в снежных шапках горы Это все родная мне земля. На ранней зорике, по нехоженной тропке В рассе серебряной пройдусь я босиком. Меня приветствуют березы и рябины, Где с детства раннего мне каждый куст знаком. Я песню русскую пою душой и сердцем, Обнять готова необъятный край родной. Где отчий дом, мне кажется, Поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Я песню русскую пою душой и сердцем, Обнять готова необъятный край родной. Где отчий дом, мне кажется, Поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Под синей розовым закатом в летний вечер Блестит полноводная река, А ветерок наносит говор русской речи, И родное напев летит издалека. Уж песня бросится на волю птицей, И я пою во весь голос от души. И в этот миг могу без памяти влюбиться, Ведь для влюбленных все мгновенья хороши. Я песню русскую пою душой и сердцем, Обнять готова необъятный край родной. Где отчий дом, мне кажется, Поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Я песню русскую пою душой и сердцем, Обнять готова необъятный край родной. Где отчий дом, мне кажется, Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Родное небо обнимается со мной Добрый вечер, Кремль! Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готово необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Я песню русскую пою душой и сердцем Обнять готово необъятный край родной Где отчий дом и мне кажется Поверьте, что небо тоже обнимается со мной Родное небо обнимается со мной Марина, ну это потрясающе, потому что на сцене ансамбль «Россия», Дмитрий Дмитриенко с дирижерской палочкой, коллектив потрясающий твой танцевальный на сцене. Сколько людей на сцене, и ты управляешь ими, стоя к ним спиной. Для меня, как для дирижера, это немного странная история, потому что я-то стою к ним всегда лицом. Ты знаешь, Юра, на самом деле это какая-то у меня, наверное, просто вот сверху меня таким талантом. Я, правда, на самом деле чувствую каждого человека на сцене именно спиной. С одной стороны, это очень как бы меня бодрит, с другой стороны, когда у кого-то что-то не так, и я это чувствую, то есть у меня такой сразу дискомфорт, мне нужно проблему сразу решить здесь и сейчас. Не всегда получается. Вообще, так как я ребенок родителей, который с одной стороны пел, с другой стороны танцевала, я очень люблю танцевать. Народные танцы вообще для меня особая слабость. Я, признаюсь честно, не попала в детский хореографический коллектив, потому что я не смогла, знаешь, как деток проверяет на гибкость, когда нужно взять ножку и вот так вот дотронуться до головы. Не смогла? И вот я, к сожалению, так не смогла сделать, и мне сказали, отправьте ребенка в музыкальную школу. И я пошла в музыкальную школу, кстати, на дирижерское отделение, поэтому, что касается стоять пятой точкой к зрителю, 7 лет, я тебя очень хорошо понимаю. Да, но скажи, пожалуйста, а вот в колледже Шнитке ты училась уже на каком факультете? Уже, это какой был факультет? Это дирижерское хоровое отделение, академическое дирижерское хоровое отделение. Ага, получается, что ты именно поступила туда уже на Дирхор. То есть к народному, к народной, к фольклору это не имело никакого совершенно отношения. А вот здесь у меня очень важный вопрос. А вот здесь у меня очень важный вопрос. Давай раскроем секрет. Ну, скажем так, сформулируем в двух-трех словах. Чем фольклорный аппарат исполнительский, вокальный, отличается от академического вокального аппарата? Вот ты, как представительница более чем фольклорного направления, скажи в двух или трех словах. Вот в каких-то простых. Почему народные певицы не могут спеть арию джильды? Почему академические сопрано, которые поют арию царицы ночи, колоратуры, не могут спеть русскую песню? Строение гортани. В первую очередь. Корень языка у академического певца-исполнителя. Корень языка опущен. У народника он задран. Это первое. Второе. Подожди, прости, 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 это же не физиология, это же воспитываемая история. Правильно? Да. Да. Но я, наверное, поторопилась. Вот все-таки первичный, Юр, это тембр. Я всегда приговорю, что мы можем все, что угодно отрезать и пришить, но тембр голоса это то, что Боженька нам дает, и мы никогда не сможем это поменять. Я знаю единственную, Бонни Тайлер, по-моему, она специально поцарапала себе связки для того, чтобы у нее вот это вот, I am a hero, вот это вот была такая, да, потому что у нее был обычный банальный тембр, я читала, да, ее историю, и она у фонеатра, то есть попросила, вот, ну как бы у нее просто травмированные связки, и она вот, зато тембр, понимаешь, узнаваем сразу. И третье, наверное, это культура, культура, которая, опять-таки, она воспитывается, то есть изначально тембр, далее строение гортани, и третье это культура. Я знаю только одного мужчину, который из народника превратился в академиста, это мой отец. Это человек, который изначально был исполнителем народной песни. В 2000-не помню каком году он знакомится с Евгением Колобовым, который говорит ему, Володя, а ты не хочешь себя попробовать в оперной культуре? И представляешь, да, то есть для человека, который, он уже был тогда заслуженный, по-моему, он проехал полстраны в кафтане с романцами, в красных сапогах, и вдруг яма, симфонический оркестр и партия Шуйского. Тогда Дмитрий Вдовин практически год его переучивал, и это было принципиально важно для него, потому что вот именно он клал палец на корень языка и пел. Это физиология, которая вырабатывается с годами у студентов. Владимиру Девятову это удалось сделать, и знаешь, в чем было его преимущество? У Народников, я сейчас, опять-таки, я обожаю оперную культуру, но у Народников у нас изначально идет слово, поэтому у его слова во всех партиях, во всех его исполнениях той или иной арии он играл синодала, то есть пока Колобов был жив, Девятов был в новой опере. Я понимала каждое его слово, и вот здесь как раз-таки природа на природу наложила как бы хорошие качества. Но я, например, не рискну это делать по одной простой причине, потому что меня так воспитали. Знаешь, лучше делать, лучше забивать гвоздь, делать это лучше всех, чтобы у тебя было как можно меньше конкурентов. Вот, фантастика. Как здорово, что ты как раз заговорил о своем папе, как ты нежно говоришь папеньке. И вот такие семейные дуэты на сцене, они ведь, ну, на самом деле, что греха таить, это явление нечастое. Но еще более редкое явление в таких семейных кланах, наверное, музыкальных кланах, потому что сейчас же еще и подрастает еще следующее поколение в семье Девятовых, еще реже встречается высокий профессионализм в таких семьях. У вас все с этим более чем замечательно, потому что, конечно, есть примеры в международной практике, когда на детях талантливых людей природа отдыхает. А тебе об этом сказать совершенно никак невозможно, и слава богу. Но очень приятно, что вы с папой выходите на сцену вместе, и у вас есть совершенно замечательное выступление, и совершенно замечательно, что я вижу часто афиши, где как раз Девятовы, и вот последняя буква Девятовы, это очень-очень здорово. У нас есть техническая возможность сегодня показать одну из ваших песен вместе, которые вы спели вместе, которая называется «Осенняя роса». Давай посмотрим сразу, и потом продолжим говорить о папе, потому что твой папа – это явление, а продолжение явления – это Марина Девятова, гость моего сегодняшнего эфира. Смотрим. Осенняя роса Осенняя роса На листьях пожелтевших Осталась позади Та первая весна Но я люблю тебя Люблю сильней, чем прежде И так же, как тогда Кружится голова И сколько мы с тобой не постарели Только головы немного побелели Откружат и отпоют свое метели Будет снова, снова будет звон капели В глазах твоих родных Заметная усталость А на висках твоих Осенняя роса Но ты не верь тому, что к нам подкралась старость Поверь, что в жизни есть такая полоса И нисколько мы с тобой не постарели Только головы Только головы немного побелели Откружат и отпоют свое метели Будет снова, снова будет звон капели А на висках твоих родных Ненастье и беду Любовью отводили Делили пополам Делили пополам И радость И печаль И даже Седину С тобой мы разделили Да что там Седина Пускай Блестит не жаль И нисколько мы с тобой не постарели Только головы немного побелели Откружат и отпоют свое метели Будет снова, снова будет звон капели Откружат и отпоют свое метели Будет снова, снова будет звон капели Марина, ты знаешь, ну восторгу моему совершенно нет предела Потому что я вижу, как твой папа совершенно с потрясающим достоинством ведет себя на сцене Как он спокоен, как он горд за свою дочь, которая на сцене Как у вас совершенно здорово удается сплести два голоса в единую линию Это потрясающе С папой на сцене тяжело? Да Трудно Ты знаешь Нет, не трудно Но тяжело именно Вообще в принципе Носить фамилию Такого артиста И быть его дочерью Это очень ответственно И я очень хорошо понимаю детей Известных актеров Артистов балета Творческих людей Потому что так или иначе всегда хотят сравнить Безусловно, всегда сравнивают И очень сложно выйти из этого ореола великого человека Потому что всегда сравнивают Как правило, не в поле И ты знаешь Я ни в коем случае не лукавлю Но я всегда говорю Что у меня крутой отец И в плане его вокальных данных Скажем так Я ему уступаю Я в этом абсолютно спокойно могу признаться и сама себе Другой вопрос Что мы разнополые Мальчик, девочка, папа и дочь И у меня, наверное, скажем так У него более академическое такое воплощение Я уже перемешалась во всех, мне кажется, жанрах И артистизмом себе помогаю И отец, конечно же, всячески переживает и переживал за меня Потому что он никогда это не показывал И быть дочерью народного артиста достаточно очень ответственно Спустя, наверное, только 15 лет моей творческой деятельности Мой папенька сказал, что ему кое-какие мои произведения нравятся Это чтобы вот как раз развеять миф о том, что папа купил мне все Все образование и так далее А можете представить, что со мной происходило в Гнесинке Когда я поступила Ну, конечно, ну, конечно Дочь Владимира Девятого все такие Ну, понятно, все ясно Папань все купил ей Вот, поэтому тут просто никто не знает о том, что было дома и что было за кулисами И, конечно, держать эту планку и ниже падать ее я просто не имею права Поэтому то, что я продолжаю эту традицию и то, что он мне Знаешь как, он научил меня любить народную песню Он никогда не лукавил сам Поэтому, приходя за кулисы, видя то, как отец мой реализовывает свою природу Это вот интуитивно переходит И, конечно, он непростой человек Да, в принципе, наверное, да, мы артисты, люди все непростые И нашим вторым половинам с нами достаточно непросто Поэтому, конечно, когда отец Ну, да, этот выбор такой по-хорошему произошел у меня Что я хочу петь, я пойду в музыкальный колледж Вот тогда он меня отправляя на, как же называется, на прослушивание Он так мне вслед, он говорит Фамилию не опозорь только Все равно понимая всю ответственность, конечно же Юр, я живу с этим 21 год Я понимаю, насколько это тяжело На самом деле это очень-очень-очень тяжело И плюс ко всему, понимаешь, он тенор Мы тембрально с ним Не так просто нам найти какие-то произведения совместные Поэтому вот то, что ему высоко, мне низко Обычно же как бы правильно по партитуре Женский голос сверху, мужской голос под женским Соответственно, вот это вот всегда мы с ним по тональностям Пытаемся аж плать до полутонов Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, пап, ну, давай Ну, давай, здесь вот тебе будет А мне вот здесь вот Это целая история с географией Кстати, только что Манана Тетра написала Особая благодарность за этот дуэт Это вот, кстати, в продолжении того же самого видео Давай я прочитаю еще несколько комментариев Мы можем так, блиц, блиц сделать Василиса Курмышова спрашивает Марина, а вам нравится певец Мэтр Гимс Его голос и тембр Еще один вопрос относительно дуэта Пигуренко спрашивает Марина Владимировна Когда дуэт с Алексеем Гоманом И для любого исполнителя Один из важнейших вопросов – репертуар Как формируется ваш репертуар? Здесь, наверное, опять-таки Отец всегда мне Так, по-русски говорил Маринка, запомни Десять песен сделала Пять уйдет в стол Пять останутся с тобой То есть иногда порой бывает Что мне самой очень нравится Я получаю невероятное удовольствие Кайфую Выхожу на сцену А зритель не идет Не знаю что Вот вроде бы все правила соблюла А это все равно химия Это все равно какой-то обмен энергии Поэтому иногда порой Хочется исполнить Я понимаю, что Ну как, знаешь, это вот как колыбельную Вот я стала мамой Я очень понимаю теперь хорошо Как колыбельная поется Но при этом при всем Когда мы учились Мы эти колыбельные исполняли Но когда ты не поняла Не основала, что такое материнство Что такое родить ребенка Что такое убаюкивать его Хотя мой ребенок Уникальный ребенок Когда мама начинала петь колыбельные Ульяна Алексеевна плакала Поэтому я сапожник без сапог Юр, я знаю тысячи колыбельных Но я ни одну из них Реально на практике не исполнила А вот, кстати, та песня Которую сейчас мы, кстати, можем с тобой посмотреть Можно я буду рядом Это, кстати, вот как раз-таки Мое посвящение моей дочери Можно я буду рядом Написал эту песню Мой замечательный друг Народник Саша Бардин Который не сказал мне изначально Что это колыбельная И когда я ее на студии писала Особо сильно диапазона у песни нет Там просто есть вот сердце Я думала, что это песня Которую поет женщина мужчине И я и так, и сяк, и так, и сяк Не идет В итоге просто представила Ульяшку Начала рыдать Поняла, что в итоге я звоню Саше Говорю, Саша, а что это? Он говорит, да я же папаша троих детей Это же колыбельная Я говорю, а ты не мог мне сказать Я уже что-то себя просто наизнанку На студии вывернула Вот, поэтому всем мамам, наверное Нашим дорогим и любимым мамочкам Даже тех, которых с нами нет рядышком Вот, я просто низко кланяюсь И говорю, будьте здоровы Вы наши ангелы-хранители И, наверное, мама Правильно, да, говорят Это самое, наверное, святое Что есть у ребенка Замечательно Это здорово Мы сейчас обязательно посмотрим этот клип Я только хочу вспомнить вот такую шутку Когда мама убаюкивает малыша Поет первую колыбельную Вторую колыбельную Третью колыбельную Четвертую колыбельную И уже уставший, естественно Уже пятую колыбельную поет И вдруг ребенок открывает глаза Абсолютно не заспанно И говорит Мама, вы уже закончили петь? А то очень сильно хочется спать Я уверен, что эта колыбельная Совершенно не о такой маме И не о такой песне Смотрим Абсолютно не о такой песне Можно я буду рядом Звонкой весенней колыбелью Свежестью майского сада И славниною треню Свежестью майского сада И славниною треню Можно я буду рядом Солнышком теплого лета Ливнем и звездопада Капелька лунного света Ливнем и звездопада Папелька лунного света Солнышком теплого лета Солнышком теплого лета Легкая весенней колыбелью Легкая весенней прохвата Я буду рядом Мариночка, совершенно потрясающие Нам пишут комментарии Я должен обязательно их зачесть Зачитать Зачитать Даже не зачесть как очки А именно зачитать Итак Худавердян Смбат Пишет Марина А какая же из народных песен Для вас трудна Именно в исполнении И простите Вы поете только фольклор Или в эстрадном жанре Вот мне этот вопрос Очень-очень понравился Потому что В последнее время Просто что такое эстрадный жанр И как его разграничить Между фольклором Эстрадой А популярной музыкой Вот давай Систематизируем Марина Девятова Исполнительница народных песен В жанре фольклора Эстрады Или популярной музыки Тогда у меня к тебе Встречный вопрос Не ко мне К нашему слушателю И зрителю А, а Тогда у меня к зрителю вопрос А что такое эстрада Друзья мои Залезаем в словарик И читаем Эстрада-сцена Понимание эстрады То есть на сцене Может находиться Артист любого жанра Что касается Разграничений Опять-таки Главное Для, наверное, меня Это умение Донести Песню До своего зрителя Вот если Мурашки идут Если вот здесь Откликается Будете вы петь Джаз Будете вы петь Я не знаю Классику Романсы Фолк Неважно Если вы это доносите Если у вас Это получается Да Ради бога И занимайтесь И И не надо Голове Вот своей Знаете Какие-то стандарты Мой Я вот никогда Не буду петь эстраду В смысле По попсу Да Вот как у нас Людин говорит А вы по попсу поете Разве что такое попса Вот объясните мне Я никак не могу понять То есть Ну Стихи под музыку Да Как я называю у нас в России Рэп Да Вот эта культура Да Стихи под музыку Я например ее Скажем так Я не очень ее люблю Но это не значит Что я ее не принимаю Да Я понимаю Что она имеет Место быть Что вы спросите мне Я слушаю Я слушаю классику И в своей машине Я не слушаю народные песни Я не слушаю Себя Более того Я слушаю инструментальную музыку Я очень люблю творчество Рахманинова Я очень люблю творчество Шопена Шуберта Не знаю Я классического образования человек Возможно Наши братья фольклористы скажут Это образование Только всегда портит артиста Опять-таки Я не конфетка Аленка Которая должна нравиться всем Так сложилась моя судьба И я родилась в определенной семье Я получила определенное образование И более того Я реализованный абсолютно Артист Который имеет своего зрителя И своего слушателя Что будет со мной дальше Я не знаю Хочешь рассмешить Бога Расскажи ему о своих планах Друзья мои Пожалуйста Мы недавно ли все сидели На самоизоляции А мечтали в феврале Просто Ух Покорить всю страну 30 концертами за 30 дней За 28 дней февраля Абсолютно Юр Это практически про меня Потому что дата К 9 мая У меня была целая программа Которую я сделала И которая себя По-хорошему не отработала И я говорю всем своим зрителям Неважно когда Мы перенесли концерты Но эту программу В 21-м году В 22-м году Праздник никто не отменял Вы ее обязательно увидите Потому что это Наверное один из самых Главных праздников Которые мы всей страной Отмечаем И я испытываю Огромную всегда Такую радость За то что Вижу как Подрастающее поколение Приводит Иногда привозит Своих бабушек И дедушек Своих предков Потому что если мы Не будем Уважительно относиться К своему прошлому У нас не будет Такого хорошего будущего Совершенно с тобой согласен Ваша Марина Девятого Фантастика Извини, что я прервал Не знал, что ты еще будешь Подписываться Здорово А я хотел вернуться К вопросу О образовании Потому что Довольно часто Сейчас люди Которые занимаются Ну скажем так Академической музыкой Ее часто называют Классической музыкой Но я ее предпочитаю Назвать академической музыкой Считают, что Не нужно слушать фольклор Что не нужно слушать Народную песню Что все это Ну так сказать Тщетно И очень часто забывают о том Что очень многие Классические произведения Которые теперь уже стали Классикой В их основе Лежат абсолютно Народные песни Да, переработанные Да, переделанные Да, переоркистрованные И всячески переделанные Но, тем не менее Это народные песни Совсем недавно Мне на глаза попался Текст очень любопытный Что Союз композиторов Украины Я могу ошибаться Конечно Может быть это была Какая-то неправильная новость Но Союз композиторов Украины Решил Как-то там посмертно Не знаю Наградить Петра Ильича Чайковского За использование Украинского фольклора В его музыке А точнее В финале Скрипичного концерта В побочной партии Там действительно используется Мелодия Тема С корнями Украинскими Так вот Из твоих уст Была совершенно замечательная фраза О том, что как раз Народники Должны Слушать классику Что ты слушаешь Шопена Ты слушаешь Рахманинова И это как раз и говорит о том Что артист Является наиболее Полноценно развитым Тогда, когда он не только Идет по своей узкой дорожечке А слегка заглядывает Вправо И влево Для того, чтобы правильно Выходить на сцену С каким-то инструментом Академического Толка Нужно понимать Хотя бы как выглядит Инструмент фольклорный И иной И Огромное тебе спасибо За эти слова Я надеюсь, что нас слушают Сейчас и смотрят Народники Которые После нашего с тобой Разговора Возможно задумаются О том, что все-таки Стоит прислушаться К Бетховену Моцарту И прочим-прочим Композиторам А по поводу По поводу эстрады Кстати Ты знаешь У нас ведь есть сегодня Такой клип Твой Который называется Верила Клип, который вполне В принципе За то, что это клип А не концертная Не концертная запись Не запись С концерта Можно назвать В полной мере Это попсой Абсолютно верно И более того Никто мне не запрещает Пробовать Скажем так Есть Слава Богу У нас Композиторы Ребята Которые Еще не лишены Таланта Писать Мелодичные Песни И вот Одним из таких В моей жизни Встретился Это Слава Бодолика Небезызвестный Солист Группы Премьер-министр Слава Видимо Знаешь как Мы с ним познакомились Пришла песня И я подумала Почему бы нет Я попробовала Себя Я сняла себе Единственный Клип В своей жизни Да Я понимаю Что возможно Это С точки зрения Как бы Шоу-бизнеса Да Не то Чем Глобально Такие Мастодонты Продюсеры Занимаются Но опять Я попробовала Я получила опыт И я иду дальше Но это не значит Что Мне запрещают Исполнять Эстрадные Авторские Произведения Поэтому Давай посмотрим Ну не знаю В конце концов Пусть наш зритель Пишет Там же У тебя есть Комментарии Давай посмотрим Может быть Его И услышим Чего говорят Чего народ говорит С удовольствием Ты знаешь Я хочу сейчас Обратить наше с тобой Внимание На один комментарий Перед тем Как мы будем смотреть клип Это комментарий Ричарда Шкода Он пишет на словацком языке Вельми справнее И так далее Ричард Спасибо за ваши комментарии Я пытался Транслеить Я не уверен Что он понимает Английский язык Не знаю Но надеюсь Просто я не говорю По-словански Как приятно Марин У тебя есть поклонники В Словакии Да Давно ли ты была В этой стране Ни разу Поехали Поехали Ни разу Ни разу Летала около Крылами трогала И пилась в плечо Манила взглядами И звала И звала у сладами И все ни о чем Но я катала на тебя Но я мечтала Верила 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 Товара жила Безнадежно верила Рекой чебелилась Верила Верила Товара жила Безнадежно верила Товара жила Товара жила Стреляла глазками, стелила ласками И грела зимой Играла в ладушки, ходила рядышком И стала судьбой Ведь я гадала на тебя Ведь я мечтала Верила, верила, доворожила Безнадёжно верила Рекой к тебе лилась Верила, верила, доворожила Безоглядно верила, довождалась Верила, доверила, доверила Верила, верила, доворожила Безнадёжно верила Рекой к тебе лилась Верила, верила, доворожила Безоглядно верила Верила, верила, доворожила Безнадёжно верила Рекой к тебе лилась Безнадёжно верила Рекой к тебе лилась Верила, верила, да-да, расширила Безоглядно верила, да-да, стала Марина, мы с тобой уже практически час в эфире, но мне осталось еще очень-очень много вопросов. Я надеюсь, что ты не торопишься и сможешь уделить еще несколько минут мне. И главное, что очень много комментариев. Есть ли свободное время, спрашивает Марина Попенова, и чем любите заниматься, есть какие-то увлечения. Еще один очень активно пишущий наш зритель пишет следующее. Голос хороший у тебя, Марина, но честно сказать, ты не то направление взяла. Лучше все-таки, чтобы ты спела песни Игоря Николаева или Крутого. Ну-ка, пела ли ты песни Игоря Николаева или Крутого? Игорь Яковлевич. К сожалению, нет. И я даже не знаю вот сейчас, мне радоваться от этого факта или расстраиваться, но мне кажется, что, знаете как, у нас на эстраде очень много талантливых ребят, потрясающих исполнителей, которые намного лучше, чем я, исполнят песни из репертуара Игоря Николаева или Игоря Крутого. Я не знаю, я не очень себя, наверное, чувствую гармонично в таких исполнениях. Больше все-таки я... Важно же, когда происходит вера зрителя к своему артисту, когда ты ему начинаешь верить. А верить, когда ты начинаешь, когда ты гармоничен сам с собой. То есть все. Выходя на сцену с народным репертуаром, да, авторским репертуаром, друзья мои, давайте так. Народная песня, это не только русская народная песня, это и... У меня есть международный фольклор. Более того, есть авторы, которые зачастую иногда, господи, особенно у нашей молодежи, спросишь, кто написал издалека долго, а к тебе говорят, что это русская народная песня. Да, да. Есть аутентичный фолк, скажем так, который тоже необходим. Почему? Потому что вот недавеча в моем репертуаре появилась песня некрасовских казаков, а его цыгане. Когда я начинаю ее исполнять, там есть восточные мотивы, в движениях, в гармонии. И люди такие сидят, говорят, простите, каких казаков? Я говорю, некрасовских казаков. И дальше вот очень забавно, но при этом при всем и правильно делают. Люди забегают, окей, гугл, знаешь, как это? Некрасовские казаки. И начинают узнавать, оказывается, историю некрасовских казаков. Почему? Конечно. То есть, понимаешь, на сцене мы еще и, скажем так, рассказываем людям фактически их историю, да, что казаки бывают не только кубанские, к чему все привыкли. Вот, поэтому это я все к чему? Это к тому, что важно находиться в гармонии. Безусловно. Я полностью с тобой согласен. А еще мне вспоминаются сейчас знаменитые и до сих пор очень пользующиеся большой популярностью концерты коллектива Игоря Моисеева. Я имею в виду танцевального коллектива Игоря Моисеева. Моисеевцы. 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 Которые на самом деле сделали совершенно потрясающую вещь. И большое ему спасибо за это. Потому что очень многие люди из Советского Союза, никогда в жизни не видевшие народные танцы многих народов мира, по сути, их увидели впервые именно благодаря старику Моисееву. И за это ему огромнейшее спасибо. Более того, я просто общаюсь с несколькими танцовщиками, с несколькими хореографами из этого ансамбля. Это потрясающие люди, которые на самом деле знают прекрасно, что когда брался в работу тот или иной танец той или иной страны, Моисеев изучал вплоть до, как у нас есть в языке, диалект. То есть, соответственно, ставился танец определенной не то что области, иногда определенной деревни той местности, чтобы это было наиболее точно, наиболее правильно, наиболее близко, аутентично и так далее. Поэтому я абсолютно согласен и очень хорошо, что ты об этом сказала, что действительно артист, который выходит на сцену, обладает еще и возможностью влиять на образование публики. Ведь, по сути дела, именно в тот момент, когда мы выходим на сцену, мы и есть и короли, и боги, потому что в этот момент все внимание настроено именно на нас. И то, что мы говорим, является истинной. Да, поэтому очень, я всегда говорю, поэтому очень важно, что мы несем в массы, что мы хотим сказать. И люди, которые уходят, да, встают с кресел и уходят с наших концертов, вот мне кажется, в наше непростое время все-таки надо уносить с собой тепло, добро, да, вот какие-то эмоции, чувства, которые, может быть, порой ты не испытываешь каждый день. И для тебя поход на концерт того или иного артиста, а если тем более долгожданный артист в твоем городе, то это, конечно же, праздник. Вот, поэтому да, да, да. И народные песни, опять-таки, они многогранные, они многожанровые, они цепляют за каждую эмоцию. Мы на концерте можем и поплакать, и посмеяться, и вспомнить, да, и рассказать, и, опять-таки, что может быть прекрасней. И сопереживать, что очень важно. И да, и сопереживать. И при этом, при всем, ты понимаешь, что это твоя культура. Юра, мы можем сколько угодно говорить о чем угодно, но вот ты сейчас сидишь с одной стороны экрана, я сижу с другой стороны экрана. Мы занимаемся с тобой искусством, да, ты музыкант, я вокалист, но нас объединяет, что наша культура, наша русская культура, понимаешь, это то, что нас всех объединяет, независимо от возраста, социального статуса, профессии, в каком городе вы живете, нас объединяет культура, наши корни, друзья мои. Поэтому мода меняется, а традиция остается. Фантастика, так и есть. Надо иногда брать пример, да, с наших кавказских, кстати, о птичках, кавказских друзей. Я бы даже не сказал, что это птички, это вороны настоящие, орлы, орлы. Ну, понимаешь, тут вот я каждый раз прихожу на какой-то тот или иной день рождения, и я понимаю, вот молодежь, да, армяне, грузины, они что, не смотрят интернет? Смотрят, смотрят, они что, не слушают радио? Слушают, но при этом при всем девчонки снимают шпильки, парни достают барабан, гармошка, и начинаются традиционные национальные танцы. Это молодежь 20 лет. Как ты считаешь, вот на данный момент, кроме как с помощью артистов, с помощью историков, которые рассказывают простым языком о сложных вещах, с помощью, может быть, каких-то еще иных людей искусства, каким образом можно у нашего подрастающего поколения развить интерес к своей истории? Хотя бы для начала интерес, а уже потом уважение к нашим корням. Что мы можем сделать еще больше, чем делается сейчас? Георочка, родина начинается в семье, поэтому мама и папа, они должны об этом заботиться. Если мы будем заниматься фанатично, ставить лайки, заниматься чем угодно, смотреть футбол, пить пиво, и потом думать, что-то как-то у меня у ребенка проблема вообще с историей. Ну, друзья мои, мама и папа – это самые главные учителя, поэтому занимайтесь и вкладывайте в своих детей, и на выходе вы получите ровно то, что вы вложили. Вот и все, ответ на этот вопрос. Не надо ругать учителей, не надо ругать правительства, не знаешь, президента, партии. Нет, ребенок, он растет в семье. Если вы ходите с ребенком, я знаю, там, на выставки, ходите в театры, читаете книги, поете песни, танцуете, танцы, опять-таки, не надо это делать с фанатизмом, понимаешь? Не надо сейчас брать кугиклы и идти в лес гукать, понимаешь, в лаптях. Нет, но при этом при всем, понимаешь? То есть, если ребенок это вместе с родителями, потому что они же списывают, Юра, у меня ребенка в 3,5 года, я буду делать как мама. Вот как мама делает, так же и буду делать я. Они копируют родителей, безусловно. Вот и все. Поэтому складывайте в своих детей. И страна у нас будет богаче, и дети у нас будут правильно ориентированы, воспитаны. Потому что уже, к сожалению, в институте уже это делать поздно. В институте уже делать поздно, ты права. Мне кажется, что даже в училище иногда это уже делать поздно, потому что как раз недремлющие тот же самый интернет, те же самые социальные сети, какие-нибудь, не знаю, комические клубы или что-то еще, уже могут привлечь внимание ребенка настолько, ну, отрока в данном случае, подрастающего, да, настолько, что вытащить его оттуда будет уже очень-очень-очень трудно. Давай тогда мы не будем переходить ни на какие другие темы и посмотрим песню Люба, потому что это очень важно, друзья, не просто знать ваши корни, но чтить и их уважать традиции русской культуры. Как на Черный Ерек, как на Черный Ерек, ехали казаки сорок тысяч лошадей, И покрылся берег, и покрылся берег, сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, А первая пуля, А первая пуля, А первая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, Выйдет за другого, За моего товарища забудет про меня. Жена поплачет, А первая пуля, А первая пуля — жена поплачет, nazinda, А проплачет, Юба, wording с нашим атаманом не приходится тужить. Любовь, братцы, любовь, братцы, жить С нашим адоманом не приходится тушить Удремые русые, очи мои светлые Травами и бурьянам да полылью порастут Кости мои белые, сердце мое смелое Поршуны да вороны постели разнесут Любовь, братцы, любовь, братцы, жить С нашим адоманом не приходится тушить Любовь, братцы, любовь, братцы, жить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тогда, когда ты пела песню «Катюша», сколько раз? Восемь. Восемь раз? Это только восемь раз на бис? Или это восемь раз было... То есть как это произошло? Это восемь раз все вместе, всем русским домом, начиная от президента, заканчивая официантами, которые нас обслуживали. Вот фигуристы, спортсмены, музыканты, политики все. Это, конечно, фантастическое такое было событие в моей жизни, когда в Гватемале проходили выборы, где будут проходить Олимпийские игры. Мы тогда, по-моему, конкурировали с Австрией и с Японией. Местные не понимали, во-первых, почему вдруг русские уже начали что-то праздновать, если еще даже ничего не объявили. А у нас же просто мы все встретили. Ну, конечно. То есть журналисты сидели на деревьях, я не знаю, на крышах. Они снимали нас, потому что мы пели, мы танцевали. То есть это всегда такое событие мирового масштаба, которое, когда мы поняли, что Россия, и повернули вот это, и было написано «Раша», вот тут, Юр, я не помню, кто меня подбросил. То есть, знаешь, это было такое... Это ликование, потрясающе. Да, какой-то мужчина, мы все обнимались, и он меня подбрасывает и забыл поймать. Да ты что, правда? Боже мой. Ну, да, ну то есть вот, нет, на самом деле все хорошо, жива-здорова. Корсет, наверное, был. Корсет в костюме-то был крепкий. Не в костюме. Это был даже пока не костюм, потому что там жара. Там, ну, скажем так, 25 – это зима, это вот самые... Ну, 20, может быть, да. Вот. Ну, а когда, естественно, то есть, я не знаю, там было все, но «Катюша» была восемь раз. Сначала раз, два, три, еще, 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 и потом просто весь русский дом, все эти журналисты, вся Гватемала пела «Катюшу». Фантастика. Это был такой настоящий, сводный, международный, непрофессиональный хор. Но в твоей биографии есть еще несколько потрясающих фактов. Ты пела королеве Елизавете, королевской семье, и еще и тебя слышал Муаммар Каддафи. Да. То есть, получается, что русская песня, она вжилась в подсознание многих правящих элит, если можно так сказать, благодаря твоим голосом. Ну, а мы же визитная, мы же как визитная карточка. Мы, народники, естественно, неоднократно выступаем и перед первыми лицами государства, и, в принципе, Дни культуры России в тех или иных странах. Я много где была, и это огромная честь, и это всегда очень интересно, и это обмен культурами, скажем так, да, ну, а с королевой, ну, да, вот был такой случай в моей жизни. Это был аукцион, который проводила наша русская православная церковь в Лондоне. Это было такое абсолютно, скажем так, благотворительное мероприятие, которое посетила королевская чета. Вот, сразу скажу, корону она не сняла, в пляс она не побежала. То есть, знаешь, то, что мне часто задают вопрос, ну и как? Я говорю, ну, все хорошо, в рамках протокола все было замечательно. Впоследствии мы все познакомились, там была не только я, там были и большие артисты большого театра, там были джазовые музыканты, там были академисты, ну, то есть, как бы, вот по чуть-чуть мы представили, скажем так, нашу страну. Впоследствии мы все познакомились, ну, то есть, я говорю, что все было в рамках протокола. Ты знаешь, было в рамках протокола, это очень приятно слышать, А вот меня тоже часто спрашивают, когда я играл перед президентом, а она женщина, Аргентины, я играл на Бондонеоне, правда, это было в присутствии 15 лидеров стран, так вот, после того, как я сыграл Либертанго на Бондонеоне, как раз она-то первая сделала вот так. Так что вот это было вообще не по протоколу. Ты знаешь, Юр, ну на самом деле, вот я всегда комментирую момент, мне часто задают вопрос, вот каково оно, да, петь перед первыми лицами, и ведь я не знаю, как оно у тебя, но я никогда в жизни своего зрителя, вот да, я не делю на, не знаю, президента, нефтяника, учителя, педагога, даже президент, даже люди, которые занимаются политикой, ребята, они же люди, им ничего человеческое не чуждо, у них есть свои проблемы, семьи, мужья, жены, дети, также походим мы к врачу наверняка, да, все то же самое абсолютно, дети ходят в школу, ну то есть они не потеют, они потеют, и это не роса, то есть ничего человеческое им не чуждо, поэтому просто, скажем так, да, человек занимает определенный, скажем так, статус, да, но при этом при всем это не значит, что я где-то буду петь лучше, или где-то хуже, и вот эта реакция, которую ты говоришь, ну да, потому что человек, потому что живой, обыкновенный человек, да, абсолютно, в том-то и дело, но я еще хочу сказать, что очень многие мои подписчики, скажем так, те, которые комментируют, они очень часто спрашивают у моих гостей о том, вот из чего же происходит то самое вдохновение, вот как вы черпаете вдохновение, чтобы выйти на сцену, я довольно часто уже, ну, даже, наверное, я уже устал об этом говорить, что черпается вдохновение из самых обыкновенных вещей, вот ты не зря сказала о том, что у каждого из них есть жены, мужья, дети, их окружает определенный быт, и вот это и создает определенную атмосферу, которая питает всех нас, артистов, всех публичных людей, политиков, кого угодно, для свершений. Да, абсолютно верно, и это наша профессия, чтобы вот опять-таки, да, так эту тему красиво завершить, это наша профессия, но это не значит, что мы чем-то лучше или чем-то хуже, я вот умею делать это, я артист, я певица, но при этом при всем я не звезда, я не люблю это слово, я артист. Звезды — это врачи и нейрохирурги, которые спасают наших деток, понимаешь, онкологи, которые стоят по много-много часов и спасают жизни наших детей, наших родителей, вот эти люди, они звезды, это наша профессия, понимаешь, и то, что мы публичны, да, это просто даже, возможно, недостаток нашей профессии, потому что всегда хочется подглядеть щелочку и узнать, вот, а как же девятого зубы чистят? Я говорю, друзья мои, абсолютно так же, как и вы, вычищаю все, как рекомендуют стоматологи. Правильно, от десен вниз или вверх. Да, да, в зависимости, какая челюсть. Фантастика. Друзья, сегодня у меня в гостях потрясающий человек, Марина Девятова, артистка, которая черпает вдохновение от своей дочери, от маленькой Ульяны, артистка, которая чистит зубы так, как говорят стоматологи, артистка, которая потрясающе оказывается дружит, и, как ты сказал, перезнакомились там мы все, с королевой Великобритании, которая пела перед Муаммаром Каддафи и президентом Российской Федерации, и при этом она считает, что она не звезда. Друзья, обратите на это, пожалуйста, внимание. Марина Девятова считает, что она не звезда. В следующий раз, когда вы придете на концерт звезды Марины Девятовой, не забудьте, что плюшевых медведей она больше не принимает. И самое главное, Юрочка, давай ответим на вопрос. В итоге-то мы с тобой познакомились? Когда? Мы с тобой познакомились, и хорошо, что мы вспомнили об этом, мы с тобой познакомились на концерте в Кремле, который назывался «Виват Баян», который делал наш общий друг Сережа Войтенко, и тогда это был чуть ли не первый глобально большой концерт. Фестиваль Баяна. Да, фестиваль Баяна в Кремле, за что ему тоже большое спасибо, и отдельное спасибо за то, что он нас с тобой познакомил. Мариночка, огромное спасибо за сегодняшний эфир, я хочу поблагодарить всех наших зрителей и наших слушателей, и тех, кто будет нас смотреть, конечно же, позже. Спасибо за ваши комментарии, интересные. И если вы хотите что-то еще спросить у Марины Девятовой, то вы можете писать это в комментариях. Если достаточное количество будет интересных вопросов, мы обязательно с Мариной встретимся еще раз. Не знаю, могу ли я упоминать о том, что необходимо подписаться на мой канал и поставить колокольчик. Воспитание не позволяет, но я думаю, что вы догадаетесь об этом. Друзья мои, об этом скажу я. Я самая наглая народница и всея Руси. Срочно подписывайтесь на канал Юры, ставьте колокольчик обязательно, друзья мои, потому что интервью, которое происходит у Юрочки, я их посмотрела. И это всегда интересно, это всегда живье, это всегда по-настоящему, это всегда от души. Вы не представляете, как этот человек относится к каждому эфиру, как он подготовил его, как технически, я сказала сегодня, и скажу это еще раз тебе, Юра, ты технический гений. Как он беспокоится о развитии своего канала, и это абсолютно естественно. Поэтому, друзья мои, сейчас всем срочно прийти, поставить всем колокольчики, все лайки и обязательно следить за тем, как канал развивается. Юрочка, я тебе от всей души желаю, чтобы побыстрее все у нас закончилось, чтобы мы все свои нереализованные творческие планы обязательно реализовали. Надеюсь, этой осенью самое главное здоровья тебе, твоей семье, и чтобы глаз всегда горел, и творческая муза тебя никогда не покидала. Анечка, большое спасибо, я очень рад, что, во-первых, большое спасибо за теплые слова, а во-вторых, огромное спасибо за то, что у меня есть такие замечательные друзья, которые всегда меня поддерживают, которые всегда... Мы мыслим, наверное, я думаю, я могу сказать это в открытую, мы мыслим в одном направлении, мы мыслим, понимая совершенно четко ответственность перед нашей публикой за то, что мы делаем, ответственность перед нашей страной за то, что мы делаем. А это очень-очень важно. Ты правильно сказала, мы живем в непростое время, безусловно, но, правда, когда оно было простым? Наверное, каждое поколение считает, что оно непростое, но самое главное и самое важное, что мы оба понимаем всю ответственность, которая есть на артистических плечах. И для этого у нас, наверное, есть все возможности, чтобы эту ношу нести и нести гордо и, действительно, с гордостью говорить о том, что мы российские артисты. Да. На этой потрясающей ноте, я даже не думал, я почти прослезился сам. Держись! Держусь из последних сил для того, чтобы нажать две кнопки и чтобы мы послушали в финале нашей программы песню «Московская кадриль». Друзья, большое спасибо всем за то, что вы сегодня были с нами. Мариночка, еще раз большое спасибо. Всего вам доброго. «Московская кадриль». Спасибо. Я все-таки желаю, чтобы сердца ваших друзей никогда не болели. «Московская кадриль». Все-все-все-все-все. Когда-то россияне, манюши, тани, мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Стеблеты, сапожки под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами запитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. На дедов мы похожи, веселье любим тоже. Кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота И нам с тобой охота кадриль потанцевать Кадриль моя, сердечная, старинная Но вечная, фабричная, комфортная Смешная и серьезная Эх! Танцуй, танцуй! Танцуй, танцуй! Но все же непокорная Жива кадриль садорная Танцуй, танцуй, танцуй! Та-ри-да-ри-да-ри-дам Та-ри-да-ри-дам